Здрасте, я со сменкой Всем привет, мы на подкасте А вы нет А вы нет, да Но если вы включили, то вы да Это подкаст «Шляпа», она прямо перед вами И сегодня мы узнаем Сразу оценка подкаста Ну этот подкаст «Шляпа», я вам обещаю Ты поэтому пришел Ты хотел, чтобы было максимально Причем «Шляпа» будет полная сегодня Потому что давай, может быть, сразу расскажем, что у нас «Шляпа» непростая А давай скажем, кто здесь Вдруг люди случайно попали Мне кажется, что невозможно не знать Великого и Могучего Возможно Так тебя, может, не знаю Причем здесь я и Тамби Мы все сделали для своей Ладно Герман Эль Классик, Роман Нагучев, Тамби Масаев Мы здесь, чтобы вместе с вами хорошо провести Провести время или плохо Все зависит от того, насколько дизлайков Насколько вы душнило Мне нравится эта пауза, которая Человек должен определить в этот момент, он душный или нет Мы знаем другого Тамби Мы приглашали его для другого Ну раз пошло такое дело А, все, я добрый Может, ты и правила расскажешь? Правила? Давай Ну, если надо их выдумать прямо сейчас То я могу Итак, правила подкаста «Шляпа» Тамби Масаев Правила подкаста «Шляпа» Когда шляпа висит на двери Не входи в комнату родителей Это как пословица какая-то Мудрость житейская На самом деле, у нас есть шляпа с волшебными темами Да Давай, надо нырнуть под стол Это уже другая игра Они внутри, вы потом увидите соответствующую склейку Как Герман вытаскивает что-то из-под стола Так, это бумажки И оно внизу, вот тут в шляпе оказывается Но вот этого всего вы не увидите Тут будет склейка Это магия, потому что это магия Это не просто шляпа Это распределительная шляпа Шляпа висит Понимаете откуда? Это та, которая Та, которая объяснит вам Вы хороший или плохой вошел Это шляпа с боярского прям Итак, у нас темы Правила такие На самом деле Тамби все правильно сказал Если шляпа на двери у родителей Лучше туда не входить Когда вы подрастете То вы тоже можете ее повесить Тогда родители не войдут Но в этом случае у нас темы Тамби достает произвольные темы Только я достаю? Да, но Там есть две бумажки Которые передают ход мне или Герим А, ну то есть из ста бумажек Только две Да Передают ход Потому что этот подкаст придумали мы Я понял Я понял Это наш вайп Задействуем теорию вероятности Итак, погнали Ты тащишь Ты можешь прокомментировать стиль Бундеслиги? Хорошо Проход к шляпе Давай Тамби Масаев Поднимает руку Смотрит вниз чуть-чуть Улыбается Внимание И достает Достает желтую бумажку Раскрывает И там Ссора в ЧБД Опа Ну вот собственно Я что-то должен рассказать На самом деле Ну честно У нас не было ссор никогда Творческое Разве не было разногласия? Вы спорите? Давайте не звать Савина Ну А все такие Нет, давай звать На самом деле Савина только я знал Я понял это по реакции Лехи Щербакова Так, ссора в ЧБД Я клянусь Я не помню Чтобы мы ссорились Когда мы ссорились? Просто мне показалось Что если кто-то уходит Из такого Хайпового проекта Наверняка что-то происходит А, ну давай Окей, окей Ладно, ладно Я не хотел об этом говорить Ну допустим о том, что Нурлан выгнал сначала Артура Потому что ему не понравилось Что Артур не смеется Над его шутками Артур в целом не смеялся А Артур же вообще не смеется Ну вот Он же все время Нурлан Почему он воспринимает На себя конкретно? Ну Ну Нурлан на самом деле Эксклюзив Чуть сложно сказать Нурлан жесткий тиран Вообще Он бьет вас? Нет, там достаточно взгляда Жесткого взгляда Да Вот он выгнал Артура Потом ему там Серый не понравился Потом Рустам тоже что-то Что-то себе позволил Там возразить И все Где Рустам теперь? Не знаю где Никто не знает А вы же, ну, вместе много лет Это уже Мы фанфики пошли обсуждать Шоу, оно Только на сцене За пределами Там Обычная жизнь Обычная жизнь Которая Она не связана Постоянно С ЧБД Со сценой И так далее Кроме Лехи Шербакова Он настоящий Я уверен, что Леха Так себя ведет всегда Леха, Леха Блин, да Леха очень смешно Ты с ним разговариваешь Отворачиваешься в сторону Поворачиваешься Он уже куда-то залез Он уже где-то наверху Сальтушка Он, да Он один раз Пришел С поломанной ногой Леха, что случилось? Да я что-то на дерево Залез, упал А зачем? Ну, просто залез А, ну ладно То есть, отсюда потом Заборы надо перелезать Да, отсюда Это же гениально Заборы Заборы Это вообще очень смешно Он сначала Леха Очень давно Он в прикол Подошел К Славеду С Мухаммедову Он говорит Слава Ну, такой, типа Есть идея шоу Он такой Ну, давай Какая идея Он такой Ну, вот я, типа Буду в костюмах Перелезать через заборы Слава такой Ага Окей Ну, ладно И через два часа Лехе перезванивает Андрей Левин Он Я не помню должность Андрей, извини меня В общем Короче Он там Что-то Главный Камеди Ага Прям так Прям так и звучит Он звонит Алексей Это Андрей Левин Вот там Камеди Клаб Я по поручению Вячеслава Дусмухаметова Мне нужно от вас Расписанный пилот Серии шоу Перелезаем через заборы Вот И желательно Смету Подбить Ну, то есть Сразу смету И так далее Возможные варианты Сотрудничества Учитывая, что костюм был на рынке Не, ну, я к тому, что Девять рублей Ответный Ответный подкол был Ну, и с тех пор Прошло года три И Леха такой Ну, я сделаю сам Просто Тогда Ну, то есть Тогда это был просто Прикол Такой локальный А Леха в итоге Его Монетизировал Очень классно, что Огромное количество людей Выкупили этот прикол Да, то есть Да, ну, типа Все так и восприняли Как будто, знаешь Как рофл в интернете И это вот прям Просто Мне кажется Ну, когда ты Как бы понимаешь Свой образ в том числе И примеряешь на себя Все атрибуты этого образа Как Леха Там же еще коллаба была Забавная С Лапенко Пересечения Да, да Это тоже Случайные моменты Леха снял Лапенко Ответил И все И это пошло Дальше уже Кросс Кросс истории Можно Ссоры Ну, тогда мы делаем вывод Что в ЧБД не бывает ссоры Но в целом Либо просто там би Не такое уж Ну, давайте так У меня, допустим Не оставалось Каких-то неприятных Впечатлений И так далее Я к этому отношусь Допустим Просто А вот в обычной жизни Ты конфликтный Ты можешь Да в целом Нет Тебе выписит Не знаю Таксист Или кто-нибудь Просто проходящий Там заденет Или кто-нибудь нахамит Слушай, я Вот до того Как переехал в Москву Я Короче Здесь принято Бороться за свои права Так В Москве Я имею право Да А так В целом Я привык Просто Не поднимать буч Ну, такой типа Да Ну, было и было Ну, в плане Сейчас просто Какой-нибудь Какой-нибудь Ну, допустим Условно Хочешь, я тебе Вот сейчас Здесь появится скрин В моей переписке С охраной Дома, в котором я живу О, там ты вообще Как будто Ты потерял лицо Да, там Что вы себе позволяете Я Роман Нагучев Да, да, да Нет, нет, нет Такого не было Нет, нет Но я потерял лицо Но потому что Уже два месяца Они делают ремонт Тогда, когда нельзя Двигают мебель Тогда, когда нельзя У меня круглосуточный О, я видел эту Эту сториз Да, я помню Это круглосуточный ад Который не прекращается Много месяцев И Невозможно Просто невозможно Находиться дома И Мне кажется Что вот в такой ситуации Даже тебя Можно вывезти Вот-вот Ты Можешь в такой ситуации Потерять лицо Ну Короче Герман уверен Точно Элементарно Я Я просто Вот Когда ты Получаешь Скажем так В своей жизни Какие-то Блага Ты Становишься Ну короче Ты обрастаешь Вот этим жиром И ты привыкаешь К какому-то комфорту И стараешься его защитить Да И ты начинаешь А когда у тебя его не было Ты же так себя не вел Эрик так То есть Герман так не делает Эрик Яна держит в команде Просто потому что Ему иногда бывает Слишком спокойно Вот условно Условно Просто пару раз Я вот Есть люди Кто прям Добросовестно Ставит оценки В такси Ставит оценки Курьером Было накурено Да-да Вот это Мне дверь не открыли Это ты Это прям Рома Сто процентов Да нифига подобного Такого нет Было накурено Не той сигаретой Вот вам два Типа нет Просто накурено Нет Два Я хотел Чтоб были вот эти дорогие Которые с шоколадом Капитан Блэк Ну вот условно Допустим Мне там задержали Заказ Я в какой-то момент Я привык К этому комфорту И Я писал Типа Да что такое Почему нельзя А потом Я Ну потом Я перечислил И я думал Еще там поставить Оценку Там одну звездочку Курьеру А потом Я В голове Короче Я представляю Ну тип Пришел в ресторан Подождал В эту бурю Вот там просто Там метельно Ты представляешь Да Как в этом Сдувает его Как ему тяжело Я представляю себя Там на его месте Я такой Какой ты там В целом Неблагодарный За то что у тебя Уже есть И Ну короче Я считаю Что надо чуть Прибрать Да Короче У тебя Цени то что у тебя есть У блогеров есть Очень крутой Инструмент Когда они начинают Вот Вот это я не умею Доставка Ты Сипскан Да сейчас показываешь Очень много раз Очень много раз Вот какие-то такие ситуации Я доставал телефон И потом Да что ж такое Я сейчас Кто это сделал А Где кому оценку Поставить Вот за вот это А Кто отвечает Вот я так не умею И Да Вот много Много ситуаций Никогда не ставил Плохих оценок Курьеру Но ставил таксистам Но В целом Вот так Чтобы поссориться Это мне нужно просто довести Вот до того До чего довели меня Охранники дома В котором я живу Или Володя XXL Ну или Это Ну короче Я считаю Что надо чуть проще Относиться Вот Берите пример Стамбин Поэтому Ссор Я не могу вспомнить Честно Вторая тема Распределяющая шляпа Сейчас Что-нибудь Распределяет Куда девать Это Это Остается тебе Навсегда Ты потом скажешь Что у меня есть Первая тема Да я был Так Итак Итак У нас Опять Да быть не может Фанаты ЧБД Кто они Я клянусь Здесь две бумажки С ЧБД Клянусь Нельзя так Это какое-то читерство Он ничего Ничего другого не знает А есть ощущение Что он свои бумажки С ЧБД принес С надписью Да 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 И свои А они гретые Да Как на жереблевке Кто они Вот давай Кто они Вот футбольные фанаты Футбольные фанаты Амкала Вот кто они А это кто Ребята Есть какой-то портрет Портрет человека Который Да Мне кажется Что это ребята Которые играют Футбич Ну мне кажется Средний возраст Там 16-17 лет Которые вот прям Сейчас они с рюкзаком Идут на тренировку Не просто Просто здесь уникальная история Здесь фанаты подросли Когда мы играли Первый матч с Амкалом Это был 2018 Сначала детские голоса Матерились на вас Им было 13 лет Да 12 Было видно Что они Не доезжают А сейчас А сейчас им 17-16 лет Они уже взрослые Видно там Что у них уже волосы Везде где можно растут На фотографиях Когда они тебе пишут И скотина И в целом Ну вот Понятно что за фанаты Они эволюционируют И ты как бы Как я понимаю Герман тоже думает о том Что контент тоже должен быть Другим Ну конечно Поэтому мы здесь Да Не я помню Я помню Короче Один из Фанатов футбольных комментаторов Знаешь кто? Кто? Блин Я вижу Периодически Ты выкладываешь Когда тебе Когда тебе пихают Типа Ты чё? Как ты назвал там Этого футболиста? Какой этот? А в итоге Самое обидное Что этот Шнякин комментировал Даже не я Или например Самое тупое Что вы там Типа не профессионалы Потому что не знаете Как фамилия правильно Произносится Кайт Кюит А как кстати? Я устал уже просто Разбираться об этом Дир кайт Дир кюит Ну они кайт Говорят Напишите в комментариях Как правильно Если вы знаете Как Алдер Вейдер Доби Алдер Вейдер И вот так И заводится Нет Это знаешь Алдер Вейдер Как лайфхак Как лайфхак Чтобы просто Можно просто Не договаривать Конец фамилии Ты такой Алдер И все такие Тоби Алдер Бежит Бежит Прямо на мяч Такой Или есть еще Уникальная техника Когда вы говорите 32 номер И просто Без фамилии Потому что непонятно Кто это У тебя вот такой экран Зритель же не знает Какой у тебя экран Вот И вот эти фанаты Они думают Что мы видим телевизор Таким же Каким видят его они Гигантским На весь экран Мы тоже сидим на диване И все видим Все видим И поэтому странно Что мы не определили Это вообще Ну Альдер Веральд Или Алексей Сутармин Понимаешь И это одна из миллиона претензий Другая Какая должна быть ситуация У меня было В Казани было Лет наверное 8 или 9 назад Здрасте Роман Я вам там в твиттере писал Можно с вами сфотографироваться Вот мы сфотографируемся А я говорю А что вы мне в твиттере писали Что вы пидорас Извините пожалуйста Но я бы все равно Это прям суперчастая история Хотел бы с вами сфотографироваться Это очень частая история Когда да С тобой фоткаются Отмечают тебя И ты заходишь Там в инстаграм В отмеченный Заходишь в переписку И ты видишь Как тебе писали Да Итак Фанаты ЧБД С нами ты разобрался Фанаты ЧБД У них теории наверное есть Да Ну заговоры Знаешь У них есть фанфики Слушай Вообще На самом деле Короче У меня Леха и Маккар Ну да Это сто процентов Сто процентов Я допустим Есть какие-то там Несколько страниц Типа вот Фандомы Тамби Ну короче Там у каждого есть Расскажи какие-нибудь Сто процентов Но Короче У меня к себе Отношение Простое Я такой Типа Меня невозможно Любить Я просто Блокирую Все эти страницы Знаешь Очень жесткий Мэти МакКонахи В каком-то Да Если Мэти МакКонахи То это У меня к себе Отношение Простое И то что Условно Вот какие-то Создаются Их немного Но то что Они создаются Мне как-то Не по себе становится Ты с ними как-нибудь общаешься Там Лайки поставить Вообще нет У меня такого Такого нет Я просто Это не из-за Ненависти Это не про меня Как будто бы Я просто Да Я просто к этому Отношусь Не так Я там Не кайфую От того что я там Вот Меня побольше Меня показывать Да Ты же понял что оставляешь Конечно Конечно Но фанаты ЧБД Это вообще Мне кажется Ну Нельзя Составить какой-то Портрет Под который Все Они подойдут Потому что это максимально разные Это очень разные люди И для меня это удивительно Окей Фанфики потом Есть наверняка Те кто строит заговоры Знаешь Как например У Юры Дудя Почему он не зовет девушек Да Вот есть какая-то Наверное объяснение Там К этому Или когда он позовет Оксимирона Псевдо объяснение Да Или легенда об Оксимироне Или что-то еще Ну то есть И соответственно Есть даже целая теория Как построен разговор То есть это за 4 года Обросло какой-то Совершенно невероятной фигней И вот эти вот Разборы психологические Да Оношения ребят между собой Да Самое интересное Это когда У человека нет контекста И он просто Начинает Свои домыслы Ну это такой Блин Какой ужас Вообще А вот Есть какие-то Я натыкался Видео Допустим Там Обо мне Как живет Тамби И там я Там я Какая-то фотография Где я с немытой головой Ну я был в горах Я был в горах Ну это Нейл Нейл Такой был Короче там фото С гор И мы что-то Весь день Там Я в шапке Там холодно Ну я просто Сфоткался Ну я отвратительно Выглядел Ну я не сказал бы Что там сейчас Что-то другое Но там прям ужас И на фоне Какой-то Огромный дом Вот типа в Майами Ну Что-то такое Там фото Как живет Тамби Масаев И там Очень много Информации Обо мне Из комментариев Вот люди Что предположили Какие там главные тезисы Вот что Что прям Не попали Короче А вот На всех фото На самом деле Человек Да-да-да Искусственно Вырезается в этом Нет там пусто Там нет тамби Да Сейчас можно Прифотошопить Что нас пять Ради сидит Кто-то Эти два человека Нет там было Тамби Тамби Русский Но в нем Явно прослеживаются Кавказские корни Да ладно Такое Да удивительно Я из Кабардино-Балкарии Тамби Мухамедович Масаев Ну тут явно Есть какие-то Точно русские Сто процентов Сто процентов Но что-то прослеживают И еще фотка В горах Да На самом деле Я эльф Свободный эльф Да-да-да Тамби Свободный эльф Да Полный себе Да Я двоюродный брат Леголаса Но мне было и любопытно Есть фанфики Про меня и Серегу Кривохарченко Потому что мы вдвоем Сорминируем в Бундеслигу Это Дика Угана Ну не знаю Там они же псевдонимы выдумывают А как там начинается Типа Рома вошел в комментаторскую Это стало понятно Потому что Как они переведут Сергей Кривохарченко Сделал паузу Во время комментирования Посмотрел Томным взглядом на Рому В тот день У них был матч Герты и Уни Он Берлина Да Причем я очень хочу Чтобы это было аудио Но У них был Один микрофон на двоих С одним попфильтром Пожалуйста Если кто-то пишет фанфики Сделайте начало Вот такое Про Рому и Серегу Я вас прошу Если есть здесь фанаты ЧБД Я превращу твою жизнь в ад Это будет Тикток Тикток Это сделает за тебя Фанаты ЧБД Это как я По крайней мере Из того что я видел Это очень разные люди По возрастной категории По Взглядам каким-то на жизнь Это могут быть И зрелые И незрелые люди Ко мне подходили Ну Ты явно Вот ты смотришь На человека Ты явно не ожидаешь Что в целом Он в курсе Что такое интернет Он информацию ищет До сих пор Ну как тебе кажется В этой большой советской энциклопедии И плюс Это могут быть Какие-то Действительно дети Ну обычно подходят Такие Здравствуйте Мы вот смотрим ЧБД Я сразу говорю Вы не должны это смотреть Вам нельзя Как ты считаешься С какого возраста Если что Ну Восемнадцать Наверное Ну С возраста С возраста согласия В Дании Это тринадцать лет Кстати говоря Отлично Мы как раз По датскому законодательству Работаем Мне так стыдно стало Недавно Короче Гурам Подходит ко мне И такой Блин офигеешь На меня Захарян подписан Он такой Я говорит Как это узнал Он говорит Ну вот он появился Там словно на горизонте Там за Динамо За сборную И я говорит Зашел Смотрю Он мне оказывается Что-то писал И я такой Ну и он на меня подписан И я такой Подписался в ответ И пишу ему Вот я конченый Да Ну типа Только Только когда Ты стал известным Я в ответ подписался Ну короче И я такой Мне тоже стало интересно Я захожу на его страницу Смотрю О Он мне тоже что-то писал Очень давно Ну там типа Что-то на сториз Отвечал И я такой Блин У меня тоже есть Подписаться Или нет Ну я такой Ну короче Мне очень неудобно Я не подписался Потому что я подумал Что ты Некрасиво С моей стороны Ну типа Ну у меня Кстати прям такая же С ним история Я точно так же Его нашел в инстаграме Когда он выстрелил Именно по футбольным движухам Я увидел Что он на меня подписан Я такой О Ну и я типа В ответ кину подписку Ну блин С другой стороны Ты мог и правда Не узнать До того момента Ну какая разница Ну правда Это же не потому что Да Он какой-то Ну зато Я респектую Наоборот он красавчик Что он стал известен Ну это как будто Я вот этот вот Скажем так Собиратель Хайпа Как будто бы Я только на Известных Типа подписок Да Я бы хотел Но я такой Типа Ну это Короче Ну вот у меня У меня такая же история Когда Эдуард Спиртян Стал много забивать Я тоже Ну Достоин Такой Вот И я щелкнул на него Оказывается мы переписывались Когда он еще играл За Академию Краснодара Еще мелкий совсем И Ну как бы нормально Подожди 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 Ты переписывался с ребенком? Мы говорили только о футболе Но я говорил ему это все на ухо Господи В общем Фанаты ЧБД Это Это могут быть И интеллигентные люди И Очень интеллигентные люди А говорят Вот все хорошо Можете не ругаться Можете не материться Пожалуйста Кто конкретно Кто встречает фанатов Типа вот мне 15 лет Ну мне Мне не говорят Я изначально Я в базовой комплектации Мне пишут кстати Вот мне часто пишут Что типа Тебе бы надо Пора начать материться Наоборот Что поменьше Типа в роликах Мата в матчах А то мне типа Могут В матче Никто не ругается Кроме вас Ну Матчи без зрителей Открыли нам целую бездну Нового Да Мы были на отдыхе Как раз вот После съемок Я Илья Хэток Хэток Хугаев Если кто не знает Подпишитесь Не хэштег А хэток Вуду Медиа Хэток Хугаев Это Будущее Зайдите И если он на вас подписан Посмотрите Не писали ли вы ему что-то раньше Ну вдруг Не стесняйтесь в ответ Да Он скоро стрельнет Обязательно Он уже стрельнул Поэтому кстати Подпишитесь реально сейчас Пока Ну короче Ну короче там В отпуск Мы отправились Втроем Нашей прекрасной Молодой Красивой Компанией Кстати Сразу скажу Заранее Это как Лайфхак Если вы куда-то Собираетесь В какой-то Отель Или не знаю В какое-то место Желательно Лучше прогуглить сначала Что это за место Итак Вот В итоге Мы приезжаем И Выясняется Что мы приехали В самый Крутой В Греции Семейный отель То есть С детьми С адом С этим Дети Родители Детский отдых Пляж Но при этом Крутой Крутой Но именно Потому что Семейный Три Взрослых Мужчины Не то чтобы Ищущих Приключений Но явно Не ищущих Семей Чьих-то Да Но ведущие себя Как дети Ну в плане Условно Вот мы там Скорее всего Да Потому что Мы выходили на пляж Шли на пляж Брали с собой колонку Лягушатник И лопатку Пели черные глаза Не Мы включали Колонку И этот Условно Свою музыку Ты лежишь На пляже И подходит Британская Какая-то бабушка И дедушка Такой Excuse me, sir Could you switch off Your music Could you switch off this shit Yeah We're trying to hang out here Окей Причем она именно Такой А ты на черкесском Ему Ей How I How I Стереть все Погнали К новой теме Едем дальше Ну больше нет Там вопросов Нет, один точно есть А, ну это он Он здесь Это он Он уже здесь Звезды и ты Да Это уже мы как будто из этого Из семь дней Я имею ввиду звезды Страничка Мы имеем ввиду звезды Олдскула Знаешь Ну типа вот Лолит Вы дружите с ними Что за отношения у вас Которые Ну естественно Их знают Вы теперь уже тоже Очень популярные люди Что у вас Прости пожалуйста Это любимая шутка Моего Коя шутка Твоего кстати Дженни Спирикова Он не может Каждый день Когда я вижу Дженни Спирикова Отношения Ну помнишь Номер без единой Текстовой шутки Каково выходить На сцену Зная что у тебя В запасе Не шутка С которой сейчас Все развалятся А просто Вывести харизмой Бывает такое Что вам Звонят пьяные звезды Или трезвые Звонят Что-то пытаются Выяснить Ну раньше Было такое Этот Джиган Так После выпуска Ну мы познакомились Там Я честно Вот до ЧБД Я вообще не представлял Что это за человек Я слышал Какие-то Ну то есть Не было такого Что я специально Ставил Джиган Надо подкачаться Потому что Мне качаться не надо Мне не нужна Такая мотивация Вот И Ну а потом Там познакомились Блин какой Прикольный Вообще Искренний Чувак На своей волне Вот И он Потом он Подписался В инстаграме Я такой Ого У него галочка Он подписался Не то что Захарян Короче И он В моменте Просто вот Молча Начал слать Этот Сторисы Ну вот это вот В директе Отдельно Сторисы он записывает Где он Видел Катается На Ну то есть Вот молча Вот и ты живешь Себе Ты проснулся Позавтракал И у тебя одно сообщение Открываешь Да такой директ Там Джиган Просто какое-то видео Ты открываешь Он там Вот клянусь Он молча едет И вот так Снимайся На гидроцикль Как вообще на это Реагировать Я не понимаю Я вообще не понимаю Как реагировать Как ты отреагировал Ты оправед Могоневочки Ну я Сижу на кровати тоже такие смайлы типа и он продолжает я он такой понял этот да ну зашло одобрено одобрено и там 10 таких да это было вот как раз до момента как он попал риха снубдогу снубдогу он кстати присылал тоже какие-то а вот он не скидывал сэлфи со снубдогом рассказывал как они с дрейком познакомились как они там где-то тусили я такой ну я как вообще к этому немножко ближе к снубдог ну да короче это я такой блин ну прикольно да потом появились новости где он попал куда-то вот в чем дело давайте давай так теперь ты вдруг вдруг что-то вниз чбд будет песни тоже уже там у нас так непонятно что доктор коксе и девушки в чбд чбд я имею ввиду что ну вопрос это те же что к юре ну окси то ладно это больше это больше поражает там там будет извинения перед чбд ну через 10 лет через 10 лет выяснится что вы его держали в гримерке в на самом деле и так и не вышел этот выпуск а девушки в чбд но это были кроме насти ну не было тогда лолита у нас кстати а лоли девушка ну да это аргумент говно вопрос в общей сложности нет в общей сложности было три дважды и влеевой один раз лолита как как звание а я имел в я дважды и влеева и один раз лолита мне кажется что это в принципе как явление девушки в менее самые ироничных сложнее позвать и стране допустим назовите имена кто ксения собчак она по-моему какие-то огромные деньги запросила она была до идея ну да кто-нибудь кроме нее был кто подказывался ну именно из женщин ну вот даже вот вы назовите имена еще ну не знаю там ирина шихман при всем уважении ну объективно ну тем не менее миллионы собирает собирает интервью цитируется цитируется но это в своем поле не я против ничего не имею совершенно все как мне кажется заходит тем более люди все равно смотрят большей степени на вас ну короче тут надо наверное исходить просто из того получится прикольно или не я просто к тому что например у когда приходят к урганту девушка она всегда смотрится организатор нет вот этого ужаса безусловно орган совершенно другой формат но они подхватывают late night мило кунис раз подхватывает шейк пришла подхватил в целом late night это такой легкий формат и он не предполагает там рассказывать историю плюс опять же допустим я даже там вспоминая какие-то истории из своей жизни я такой блин какая у меня ужасная жизнь вообще я не могу вспомнить какую-то достойную историю которую могу рассказать просто в тему знаешь когда я не знаю как сейчас устроено но когда-то давно когда мисс вселенная определяется вот определяется она под мисс вселенная по контракту должна прийти на радио говарду стерну а говард стерн сами знаете что ведет из постели да ужасно ведущий то есть чбд вот в таком формате и оксана федорова когда пришла туда в 2002 году она была в ужасе от вопросов которые ему задают ей вернее задают стерны и прочее но это входит как бы в стоимость билета ты ты суперзвезда ты мисс вселенная теперь тебя знает весь мир тебе придется пройти так а спокойно то есть ты думаешь что вот как бы в общей сложности нет девушек которые смогли бы которые захотели бы захотели бы да ну короче я совершенно не против дана борисова ну нет мне нравится больше полина гагарина в этом отношении он кстати тоже то есть она в какой-то момент перестала быть скромняшкой из фабрики звезд и то есть ее роли новые все прочее как будто бы она попадает под формат это не я решаю окей я ну короче теперь если вдруг когда-нибудь она появится коллективная ну просто тут короче тут надо понимать а есть такое что вы просто боитесь обидеть девушку ну я в целом стараюсь стараюсь никого не обижать там уже как получается вот но как бы если ты приходишь на самые ровно у нас нет цели нет цели а да но ты же не можешь отвечать за реакцию ну то есть мы грубо говоря слушай я можем обсуждать что угодно и не обидеться друг я попадал просто в ситуацию когда вот шоу вы вышло из-под контроля не буду называть эту передачу но был момент когда вот что-то вышло из-под контроля и мне кажется тут был как раз фактор обидели того что человек не понял наверное и и и обиделся сам обиделся сам на то что не понял ну то есть мы 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 не не старались обидеть не хотели но просто человек сам у меня тоже жена врывается выпуск меня не буду ставить список продуктов надо отойти я сейчас продублирую не же еще девушек женщин предлагают замечательных бузову и варнау вот кстати интересная парочка кого можно было по моему я если не ошибаюсь они отказывались а ну их было так много в целом же на гостей тут проблема не это не связано с полом это связано очень очень много факторов кто-то отказывается сначала соглашается в последний момент вот условно там за час прям даже до выпуска отказывается вот нам первый раз моргенштерн попал так еще до вот этой волны там большого хайпа и так далее я не помню кто-то отказался прям за час вот и а я не помню по моему рустаму как-то он давно в целом что-то писал там альшер был рядом в магазине и вы как бы а он не за звуки вкуса просто забрали чек да нет я у него тогда уже он тогда только-только ну типа вот первая волна вот этого хайпа было еще ну как-то так без еще вот бэкграунда который сейчас но в целом уже как бы на слуху ну вот вот так еще кто ну короче в целом это не связано с полом конкретно мы не выбираем сегодня вот мы там вот этот гендер позовем сегодня вот этот и вот это гердовать ты дашь шляпу шляпу бей потому что я тогда точно не попадется чем она же чем она вытащит меня очень хочу что еще ждать что-то на машине лишь на и тема кажется закончится кажется даже даже то она опять даже пение было из чбд ну такое было ты вратарь как это вышло для тебя не знает там бим асаев очень крутой вратарь мы как-то играли с камеди но если вот такие ворота это неправда ли сейчас он рассказывает просто саров челленджа когда мы снимались он какой-то невероятно прыгучий и ловкий оказывается короче не ожидаешь от него это два года назад мы играли сам калом на жаревс в строгино на янтаре через три дня играли с ними у вас вас мы победили 5-4 а во второй игре 3-1 вели после первого тайма в воротах был другой вратарь а на второй там вышел там би пропустил ноль потащил какой-то немыслимый удар не помню от кого на меня летел 0 пропущен мы проиграли 3-5 вот и теперь легенда есть легенда о там би в нашей команде вот как и там би не появляется не потом мы играли сам калом я пропустил два каких-то ужасных но там мне в одном мне чисто роста не хватило если вижу меня со штрафного углового был я помню но он он летит я такой вот же он я знаю куда он полетит я прыгаю просто мне не хватает роста и одну да но я честно на больших воротах я не знаю раза три-четыре играл в своей жизни а почему вратарь что это за мне очень нравится это не связано с бегом или просто ну что любят на кавказе да вот ты начинаешь увлекаться футболом что тебе нравится италия что там тебе нравится дель пьер а он тоже такой почти не на почти кавказе он тоже достаточно ты не хочешь быть вратарем ты хочешь забивать голы ты хочешь ну типа радоваться кричать не не бывает вратаре я не знаю мне мне нравится вот короче я увидел на чемпионате мира 2002 корея япония оливера кана короче у нас такой довольно футбольный двор у нас во дворе жили там бывшие футболисты спартака ну там кто-то уже там тренировал спартака из нальчика если что спартак нальчик казбек тлиругов и руслан беков ну то есть это прям там фигуры в республике да и очень уважаемые и нас как-то руслан беков собрал короче нашу команду просто дворовый ну естественно мы там на виду играем футбол и он такой он может быть я там потренирую просто там ребят какой-то опыт на турнир футбольный там республиканский заявлю и учета мы прям прям серьезно тренировались я такой ну все это другой уровень ты уже там все в голове представляешь ну а я ну я на больших воротах не стоял там естественно я уже чисто поэтому и по антропометрии и по возрасту я типа я там второй вратарь но меня в итоге в защиту поставили очень зря очень зря и я помню да у нас в группе четыре команды в группе сколько там 2 по-моему выходила и я помню первый матч мы играли там против хасаньи у нас у нас кладка называлась типа у нас район старое кладбище там когда-то было кладбище вот вот типа кладка так простонародье почти как гудисон парк когда у эвертона но мы назвали мы назвали кладбищенские тигры шикарное название погас тайгерс ну и короче да мы выходим против 1 1 у нас был против хасаньи хас ну хасаня это поселок рядом возле нальчика да мы проиграли 60 первый ну вообще без шансов вообще просто нас так ну мы там тренировались мы замотивированы ну вот первый раз столкнулись и все там 60 мы проиграли второй второй матч я не помню против кого короче ну против какой-то вот из системы спартака нальчика команда у нас вот там у нас появился шанс мы первые забили 11 гол ну там прям затолкали я не помню но проиграли 41 и мы такие типа ну все уже как бы никаких шансов там ничего следующий матч у нас против двухкратных чемпионов россии эльбрус была такая команда я не помню тренера как звали георгиевич по моему ну короче была какая-то вот команда у нас там из республики там именита и мы такие ну вы просто типы со двора против вот там чемпионов россии и мы такие типа но мы усилились мы нашли вратаря который именно вот тренируется он вратарь амплуа все мы с ним договором там наш знакомый мы с ним договорились типа постоишь за нас у нас ну вообще никаких шансов мы просто тут может быть хоть что-то появится и ну короче я не знаю но там ну это я ну это даже не не порно это короче мы проиграли 19-0 19-0 мы про и мы проиграли я клянусь там были вообще любые голы там был гол с центра поля он нас так ненавидел вот мы там типа которого попросили постоять за нас он просто он так проклинал нас ну с центра поля там уже одну я не знаю там тренер нас покинул давно очень давно еще в первом матче как и понял покинул он просто обратно уехал домой команда кладбищенских тигр покинул тренер команда была полностью надо мы нас заставили логически нас заставили переехать из двора из этого всех просто не говорите что здесь живете это было ужасно но я тогда я я тогда не отстоял на воротах я слава богу меня не в чему упрекнуть великие великие дворовые дерби они же самые крутые да 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 это такая атмосфера 2001 году когда мы уже были взрослыми нам было по 15 16 лет у нас сыграла команда 86 год 87 на кубок края но мы вместе как бы тренировались много лет и как бы очень очень сильная команда мы кубок края выиграли в 2000 году там еще какие-то турниры кубок дюсша выигрывали поминки и по большому вот и нам попалась по-моему весной львович не помню как же попался краснодар не фк краснодара по моему кубанили может быть какая-то там динамо краснодарами да ничего вообще не предвещало хорошего ничего хорошего проиграли первым матч 5 1 по моему в краснодаре вот сейчас обстоятельства помню помню вот другой вот ответная игра и нет нашего центрального полу защитника жеки его нет он куда-то делся у нас как раз только открыли в станице клуб галактика да и он там видимо впервые он улетел на ракете восток-1 00 первый тайм это ответная игра на центральном стадионе станицы выселки и вдруг в перерыве прибегает джек а вот такие глаза у него несет страшнейшим перегаром 2001 год на тренировал он 85 года значит ему 16 вот и он все игорь николаевич наш тренер он скидан куда-то я я отработаю я сейчас я все сделаю я я искуплю там он знаешь короче ему дали в итоге форму не его потому что его формы никакой не было вот дали по заменили кого-то из ребят и начала второго тайма мы разыграем с центра поля ему пасует он центральную защите и он просто одним касанием бьет на чужую половину поле и гол и мы выиграли 1-0 кто это кто пьяным и все и понимаешь и какая разница что история как для как у гены букина знаешь которая потом всю жизнь можно вспоминать нет он финал он в англии кто кто пьяный приходил после пьянок и забивал в англии ну наверное винни джонс возможно не-не-не-не вот роги фаулер блата или какое-то время так за тори ну-ка терри бутчер не знаю но все эти легенды английский наверняка играли пьяными статью какой-то читал кто-то не тренировался короче юношеский футбол самый крутой в мире если однажды мы его покажем будет здорово нас вот это настоящий пока мы не убежали к новой теме какой максимум пропущенный твой вот сколько вот прям за один матч после которого был такой матч которым ты пропустила 5 и ты такой все и вратаре я я нападаю контент для будущих фарсов они был был я был наоборот был матч это тоже там по мини-футболу чемпионат республики был какой-то меня друг позвал за команду я клянусь я отстоял одну минуту вот я вышел я вышел отстоял одну минуту и мне потом вручили медаль там первое место да он мне принес на говорит ты же тоже был в команде ну да оливер канн так что следующее что за следующая тема и так настоящее имя настоящее имя тамби да это вообще это клянусь этого это самая неинтересная история которую вы слышали потому это здесь не здесь нет истории здесь просто нужно понимать что нас всех как-то называют ну я имею ввиду что допустим рикардо из эксен до санта слой называют как а например или скажем мой папа на самом деле ну то есть если бы советский союз не существовал и не нужно было называть обязательно людей по-русски то он был бы юсуф махмудович а я был бы соответственно рамазан юсуфович как собственно на работе или называют вот именно у меня у меня не так у меня короче я когда родился отец такой так надо как-то вот оригинально назвать так пошел в тихаря в загс назвал арсенука ну типа вот сын я потом спрашивал что вообще в целом это означает так почему арсенука я же но арсенука переводится уже там би да ну переводится ну как сын арсена получается ну если прям вообще уходить ну арсен по-моему это с греческого человек вот сын человек тогда было там вот осланука там типа это сын льва льва да вот вот это и отец такой вот арсену герман человек гер ну так же это так сын человека гера из marvel да вот ну и как бы ну все это в документах и маме как бы естественно не понравилось потому что это было не согласовано это было там не какое-то общее решение решение да это просто вот ух ты точно такой записки было такой назвать сына арсенука пошел сделал неожиданно до минуту в итоге я так никогда не называли в семье нет нет это но я вот каждый раз я в школе мне приходилось объяснять потом я поступил я короче вот по мере того как ты растешь тебе при прибавляется еще больше документов еще больше бумажек и больше вопросов и и тебе надо ну короче какой-то момент такой ну я думал поменять имя вот на там би и ты такой блин то вот сейчас мне надо диплом менять мне надо там паспорт права что там еще важное снилс и полис и и тогда ну то есть мне из всего можно погибнуть в мфц просто да я такой допустим доплевать пусть она будет она мне ну в целом не мешает нет там называют я везде представляю стамби а что такое там пи откуда это появилось ну это вот какое-то кабардинское арсенука мне не подходит я не знаю вообще я прям вот как-то весит как сильно резонирует когда как обращаются тебя так называть до сих пор есть кто-то кто называется у меня есть друзья которые вот спустя там не знаю 25 лет они узнают что я касался мука по документам ну вот с такими глазами я говорю ну да нет ну кто-то там в прикол рустам там арсенука одну знать что в меня это бесит что мне это не нравится там он иногда это делает бабушка когда где-то мне для 20 исполнилось может быть чуть побольше она как-то сидела болтала со мной и говорит вот ты знаешь я была бы счастлива если бы ты назвал своего сына рашид вот а я смотрю на себя в зеркало и думаю да так оно все и будет а как ты назовешь не знаю посмотрим как будет но мне вряд ли рашид потому что потому что я и анастасия сергеевна вряд ли могут подальгой раши да есть правда же есть же если это не 6 условно и в принципе вода и пробовали разные условно нейтральные имена а теперь давай рожу в этом отношении есть условно там нет нейтральные имена типа руслан она может быть и туда и сюда да там арсенуку да 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 это может быть украинская фамилия или мне часто спрашивают это очень частый вопрос директ герман какое-то настоящее имя постоянно серьезно но очень не у меня нет немцы немцы тоже спрашивают это в этом это прозвище это кличка но да там би это кличка это такой нет я говорю гав или гук нельзя отказываться никогда не нравилось то что нравится всем я такой ну нет что-то не так арсенука отличное имя нет хочу быть дэвидом дэвид масса игра против квн индийский чай немало нам показалось с германом что маловато индийского чая знаешь для того чтобы выезжать каждый раз следующий раунд но в целом что это за задумка вот вы выходите и под одну и ту же песню делать почти одно и то же слушай а почему надо что-то объяснять не знаю если ты придурок почему почему это смешно но то есть есть ощущение что другие люди выйдут сделают то же самое то не будет я думаю тут искренне ну короче если ты показываешь искренность людям они наверное этим проникаются мы ведь сам искренне кайфуем нам нравится опять же ты представляешь что вот матрица сломана вот условно а юб вахарагов индийский чай и ну и вот широкая общественность и ты ну и ты потом смотришь эти подборки где люди танцуют под индийский чай а у нас абсолютно разные какие-то там вконтакте ну это как руслан лагучев султан лагучев да да по должности немножко старше это просто роман и почти моя фамилия сложно было запомнить я больше на фамилию обращаем вот это тоже залетела супер быстро почти как черные лагучев как черные глаза просто с ума сойти из каждого утюга невозможно и теперь индийский чай слушай мне кажется ну в этом есть колорит и и в этом тоже есть искренность ну вот вот тут спел про индийский чай и и кайф же там нет какой-то смысловой нагрузки этот трек не сделан для того чтобы попасть в какие-то чарты или он он восемь лет назад вообще выпущен а как вам вообще это пришло то есть вы поняли так мы мы придурки мы в лена кулка давай выберем максимально то есть вы рад тебе как это химия происходит ну во первых очень важно во первых самому поймать настроение и передать настроение наверное зрителю чтобы он был на твоей стороне чтобы понимал там атмосферу ну и опять же повторяюсь на само настроение и вот эта вся история она мне кажется она задает как раз тот самый тон который нужен ну то есть они люди понимают что будет происходить вниз вот так вот несется просто вот этот самосвал с чаем как раз появление вот чай индийский чай совершенно случайно ее вот расул чабдаров когда-то показал илье макарову и мы как-то после репетиции у нас там в офисе есть небольшое пространство там мангал ну там у нас такая небольшая веранда и что-то мы там сидели там колонку поставили илья просто неожиданно мы чё-то да я не знаю мы в тот момент так прониклись и такие блин вот же вот мы просто ну просто вот мы будем под вот это выходить орать класс но сами сами кайфовать короче ты когда задаешь себе настроение вот это как не знаю как это правильно триггер вайб вайб который задает тебе самому вайб и ты ну не знаю может быть тебе получается за счет там эмоциональности передать это зрителю и он уже ну он просто с тобой тоже кайфует ну все он отключается он не думает ни о чем он просто вот на твоей волне можно сказать это какой-то вот коллективный транс в который ты всех погружаешь и и все и дальше как-то свои свои правила диктуешь короче ты просто устаешь от старых форматов в юморе ну есть конкретно в квн они есть есть форматы есть там определенный там линейка там вышел в линейке задал конфликт тянешь его там через все выступление там это все перемешиваешь миниатюрами там в середине так стоп идите все сюда чтобы показывать и там и так далее всегда что-то вот что они такси тут же в этом нет искренности вы же такие в жизни не такие получается что когда это идет колесом так знаешь когда ты но я это в каждой команде видишь примерно один одну и ту же концепцию скелет один и тот же просто это выглядел я это не критикую это же все равно все работает у этого есть там зритель у этого есть продолжатель но просто ты ну тебе так некомфортно ты работаешь по-другому вот так просто честнее мне кажется ну вот поэтому игра выстрелила ну возможно не знаю я я просто посмотрел выпуск игры первый самый который был и я настолько кайфанул что включил старые видосы квн а где было плохое радио например ли там великая команда федор двинятина первое выступление просто вот это тоже это сломало все это появились люди которые шли против правил вот пожалуйста там гусман их ненавидел просто он там двойки им ставил в этом они же сумасшедшие это так-то слышно как только может быть вообще да конечно там гудок сумасшедший там вообще ну вся вся команда прекрасная да ступни ты как они были звездами когда-то ну вообще когда они появились на телеке да это ну там гудок выстрелил прям сразу еще в момент когда это был квн то есть просто что это за чувак который вот вот прям он не знаю плывет ну да конечно вот тоже своя атмосфера супер непохожие ни на кого и как вообще можно быть настолько органичным и при этом вот не как все вот вот очень-очень ну типа знаешь как странный с одной стороны с другой стороны очень притягивающее внимание тебе почему-то хочется на него смотреть постоянно и думать что он еще может отчебучить но это потрясающе на на самом деле он тебя возвращает во время когда оказывается квн был символом свободы символом спокойствия все мы по темам все последние 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 я хочу шляпу водить на там би узнать чтобы я заткнулся если ты готов еще можем вообще до выяснить что скажет шляпа да и я хочу закончить выяснением давай в какой-то последняя тема там би вот прям супер последний выбери ты не выбирал тему сама это было нагретая нагретая бумажка да по-любому но не в чем это уже нет я точно помню единоборство дзюдо бокс зачем все это тебе ну я бить людей на чбд меня так ну короче ну начнем начнем дзюдо дзюдо было раньше нужны истории с дзюдо не просто ну зачем ну все знают зачем чтобы драться уметь да нет стоять за себя короче я в детстве я дрался с путиным скажет да дзюдо то это это дзюдо короче я в детстве как это ни странно я мне нравилось смотреть концерты симфонических оркестров по телеканалу культура в детстве это прям очень издалека ну смотри как стали увлекаться футболом вы знаете я я родился я в детстве смотрел как поезд едет из города осло в город трёмся 5 часов в 2 часа ночи знаете контент в ютубе и как-то вот увлекся да так просто не этот не 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 начать как я пришел так ну и короче я мне очень нравилось скрипка не знаю мне наверное лет пять было или он реально так заходит нет нет или 77 точно вода да ну мы же все это пить надо 7 или 8 что-то такое я маму просто я терроризировал я говорю отдая дай меня вот хочу вот хочу вот на этом все время каждый раз когда скрипка появлялась я вот маме там показывал и все мама меня отвела в музыкальную школу она у нас было не недалеко от нас от дома я я занимался два года и мне очень нравилось но меня раздражало сальфеджио прям вот это всех бесит всех да да я не хотел это диктант музыкальная такой да я не хочу хочу вот свод скрипка только скрипка не ну не нужна эта нотная грамота и так далее и я ну короче все мне это знаешь в детстве самое распространенное все там пошли погнали футбол парни пацаны кто-то вот один обязательно ходит на музыкальную школу нет нет сегодня сальфеджио пропусти но меня меня не заставляли на видели я сам как бы я сам выбрал сам заставил меня отвезти туда вот и мне надоело сальфеджио короче вот я а я одну по по крайней мере по утверждением преподавателя честно это было во втором классе я не помню его имени уже я был талантливый слух и типа могло что-то получиться вот откуда это это вот эти жирные пальцы они могли быть пальцами скрипача если бы он купил их отдельно нас смотрят каннибалы наверняка так у нас разная аудитория очень раз мы расширяем максимально аудиторию вот я он приходил домой уговаривала я уже все такой типа нет я я прям но я уже какие-то успехи делал я проходил там мимо школы и меня останавливали просили играть там друзья там кто я короче я учился в школе на другом конце города но вот из школы которая выходила у меня прям прям перед окнами но у меня там очень много друзей было естественно все это все там со двора и так далее вот я там что-то играл уже там какие-то какие-то концерты я такой потом думаю ну я не знаю почему-то мне это в голову пришло блин какая скрипка там be надо что-то что-то надо научиться мочкануть кого-то так вот вот так сразу что мочкануть я да да ну короче меня и вот этот тоже момент начал смущать в основном мне просто не нравилось сальфеджио я вот сейчас жалею что я не продолжил заниматься скрипкой хотя как бы вряд ли она будет скрипку ты сможешь ничего вообще ничего я смогу испортить настроение обещаю вот ну и в итоге я я пошел пошел а я сначала пошел на бокс меня не взяли типа с такими пальцами у скрипача да я еще маленький был как-то очень странно пытается боксировать еще еще маленький был да потом я пошел я такой ну ладно на бокс не взяли я пошел на на футбол записываться мне тренер он даже на меня не смотрел я подошел ну вот одноклассник моим занимался он меня там с ним поговорил вот типа придет он меня подвел я клинзон даже на меня не посмотрел вот так вот в сторону я говорю здравствуйте вот хотел записаться он такой нет клянусь он даже не повернулся не посмотрел на меня в этой ситуации мне нравится друг который я под я договорился даже не повернулся не посмотрел такой нет я говорю ну а почему ты бегать не сможешь ну ладно там а там рядом как раз был зал дзюдо я такой ну все тогда тогда пойду туда вот и мне очень очень нравилось дзюдо я записался на дзюдо и это долго занимался по времени так ну в общей сложности я так я с перерывами лет десять наверное занимался но это кстати хорошая подготовка было видно как олега майами перекинул мне кажется он просто мне повезло он просто не умеет защищаться от прохода в ноги я теперь понял почему тамбе офигительно уловки в воротах это это полюбому жду школу дзюдо вообще потрясающе сворачивается это как у ибрагимовича который ногами машет да 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 это очень 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 помогает ну и как бы и тренер у меня был вообще один в целом из основатель дзюдо там в республике сев харабиевич ныров а когда знаешь тут есть такое в культурном коде вот я могу сказать у нас потому что я наполовину адыг я я знаю в адыгее тоже очень в адыгее очень сильная школа дзюдо рамбиха пай не представляю что это чай он прям вот прям идеально в следующий раз мы принесем мы немножко не доработали сценарий здесь должен был быть индийский чай да 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 или грузинский чай или калмыцкий да вот но есть такое что если ты чему-то научился более-менее ты хочешь это все время применить где-то было но у меня ну у нас как он короче у нас вот практика была на соревнованиях когда понимаешь во дворе была практика старшеки стравливали постоянно ну ты типа должен был вот типа мой мой против твоего вот это я не знаю это вообще прям это так это очень плохо звучит я этим не горжусь совершенно вот вообще этим за время записи этого подкаста выяснилось что там би орал на своих друзей был был чьим-то дзюдоистом 9 но и короче бил еще всех подряд так чего как-то был это вот как раз первый раз когда я применил знания просто какой-то какой-то тип просто проходил через двор ну примерно там моего моей комплекции там моего этого возраста и у меня такое г чё он говорит у нас во дворе идет я такое вообще не понимаю ну идёт и идёт какие проблемы он говорит иди докопайся до него а там главный аргумент если он что-то сделает я типа ну я подключусь я такой ну все можно можно все я просто я я прямо сейчас помню я такой блин ужасно так никогда не делайте вообще не вне применяйте магию вне хогвартс да я просто подошел и навыки я просто подошел я говорю ну я вот так что-то повернула кручет и у нас ну во дворе идешь он вообще даже не понял в смысле чего и он не первый втащил я пропустил я чё-то да я там что-то ответил ему попал в нос и вот и сейчас я помню я прям этот он замахивается я уклоняюсь забираю ногу нет забираю пояс забираю руку и подсекаю его он падает и все я там сверху и что-то все это там пару раз ударил и на нас оттащили я такую вау вау это я я же скрипач я большие деньги да короче да и потом ну я больше так часто не делал но это было просто зато какой уровень уважения наверно был среди дворовых друзей но там там да там в последний раз когда применял это когда я дрался или боролся да вот с олегом майами наверно ты ставил цель например скинуть там вес не за привести себя в форму что-то психологически что-то поправить знаешь бокс же он все кто ходит на бокс играешь ты после него как это спокойно все боксер очень спокойно хорошо уверенность себе нарабатывается на единоборство вот если у меня будет вот год именно тренироваться вот чтобы я спокойно тренировался при этом мне не надо зарабатывать на хлеб ну то есть я к этому должен серьезно отнестись не так что ну короче не так что я выхожу и на этом в конце первого раунда я сдыхаю но чуть-чуть вы знаете что у там би есть коронный прием это захват за руку это извиниться и вовремя уйти но тебе не за что изменят извиняться было было очень хорошо спасибо пожалуйста можно я сделаю давай наконец-то наконец-то самое главное мы семь часов записывали этот подкаст ради этой разы считаешь от ну ты же до знаком с вселенной гарри поттера конечно куда ты хочешь я кто вообще что что вообще известно о пуффинду и как ты врать ничего это ощущение что их вообще игнорируют и они просто самая не бутафория да это ну пуффинду наверное поэтому и придумали типа какой факультет я хочу быть вот вот я уверен они они больше успеха в жизни добьются они не отвлекают говорят в книгах все раз рассказано но я книги не читал я только смотрел сто тысяч раз я тоже честно говоря я читал книги вот одно и то же я то же самое вот нам сейчас книга люба гарри поттера наставят нам дизлайков а так чтобы вы понимали сейчас же стал выходит еще круче чем все но там как-то раскрывается образ когтеврана и ну если что пусть они применят свою магию против нас желаю вам удачи давай нам на троих сто лет что мы обсуждаем поехали снять эту наушники распределяющие наушники нажмешь нажать здесь написано по-русски по-русски во-первых тебе очень взорвется нет он как будто вы старец которого ты в лесу и так раз два три да мы плохие плохо не попадают из других этих факультетов естественно не конечно да ну ничего я там потом на бюджет переведу на на голову скаутов в лагере который был заброшен после серии убийств мне кажется единственный выживший который через десять лет вышел из леса и завтра ребята какой сейчас тут вообще есть в нем эти пуффинду и да есть я проверял я проверял все наверное других в чбд не набирают так что в целом у тебя есть шикарный шанс себя себя проявить стать первым слизленом который сделал все красиво но драга актеры не помню как его зовут он же иван драга ну из иван драга малфой да он же сначала пробовался на роль гарри поттера по могут нельзя не взяли да и первый раз реально блондин был плохим но он же по идее должен быть темным значит но он такой чуть-чуть он же в итоге переметнулся на добрую сторону так переобулся брат в итоге так и получили мы надеемся что вы сегодня узнали много нового интересного а там be нам было очень интересно дико круто оказывается вот как появилась история мемная абсолютно мемная легендарная история про индийский чай да а мы с вами прощаемся спасибо спасибо вам спасибо что смотрели спасибо что слушали лайки комментарии все как всегда подписывайтесь на канал и смотрите и слушайте шляпу не капитан жаркий летний наш роман и ураган не капитан в океан белая фуражка